75 семей военнослужащих в Самарской области получили субсидии на приобретение собственного жилья. Общая сумма, перечисленная на эти цели Министерством обороны, составила около полумиллиарда рублей. А средний размер сертификата почти 6,5 миллионов. Какое жилье сегодня выбирают военные в нашем сюжете? С начала 2019 года жилищную субсидию в губернии получили 20 семей, которым государство перечислило 140 миллионов рублей. Семья старшины минометной батареи Василия Шинкаренко субсидию получила вне очереди. Такую привилегию они получили в первую очередь благодаря рождению третьей дочери. 15 лет супруги жили в общежитиях, на съемных и служебных квартирах в Таджикистане, Пермском крае и Самарской области. И вот теперь у них появился шанс купить собственный дом. В планах найти постоянное жилье в черте города, где было бы удобно и родителям, и детям. Наполеоновский. Это купить огромный большой дом. Мы бы очень хотели школы, чтобы рядом уже старший вуз подбирать, смотреть, куда средняя дочка у нас, конечно, мечтает о гостецком корпусе. Я думаю, что мы можем присмотреть вполне шикарный, здоровый, большой и огромный дом. Денежная субсидия – наиболее удобный и востребованный для военнослужащих способ решения жилищного вопроса. Семья сама решает, где и какое жилье приобрести. Это может быть даже не одна квартира, а несколько. Впрочем, по-прежнему существует и второй вариант жилищного обеспечения получения готовой квартиры. При наличии там жилых помещений Министерства обороны, доступных для распределения, и при наличии на то согласия военнослужащего, военнослужащий может получить квартиру в натуральном выражении. При этом очередь как таковой на эти жилые помещения не существует. Военнослужащий жилое помещение может получить буквально сразу после того. Василий Шинкаренко прослужил в армии больше четверти века и создал большую семью. Поэтому он стал одним из обладателей наиболее крупных субсидий. В день защитника Отечества прапорщик получил от Министерства обороны больше 10 миллионов рублей на приобретение жилья.